Здравствуйте друзья. Рад снова видеть на своем канале всех, кому интересна тема умного дома. В комментариях к моему уроку по сенсорам HistoryStats, ссылка в описании, меня спрашивали, можно ли сделать для отдельных сущностей более длительный интервал хранения в базе данных, чтобы собирать статистику за более длительный период, чем хранит рекордер. К сожалению, срок хранения в базе одинаков для всех объектов, но к каждой проблеме можно подойти с разных сторон. Мне стало интересно смогу ли я решить эту задачу, хотя лично для себя я пока не вижу прикладного применения такому сенсору. Но я давно убедился, что подобные интеллектуальные упражнения помогают лучше понять то, как устроена система и очень помогают в дальнейшем для создания продвинутой логики. Поэтому в этом видео я буду подробно объяснять все то, что я сделал и буду благодарен за все комментарии и конструктивную критику. Если вы еще не подписаны на мой канал, можно сделать это прямо сейчас, а если вы поставите лайк этому видео, его смогут найти больше людей. Также вы можете поддержать развитие моего канала материально, все ссылки в описании. Еще одной задачей, которую мне было интересно решить это интервал обновления. Штатно и соответственно это распространяется на HistoryStats, обновление происходит в начале каждой минуты, о чем нами пишет редактор шаблонов. Именно поэтому штатный сенсор времени не отображает секунды, так как там всегда будет ноль. Оставим его тут в качестве сравнения. Напоминаю, что ссылку на пакетж, который я буду показывать в этом видео, вы найдете в описании. А поможет нам платформа template с ее безграничными возможностями. Тут отлично подойдет Trigger Based Sensor. У меня есть видео про такие объекты, правда относящиеся к домену бинарных сенсоров, ссылка в описании. Но логика тут идентична, Trigger инициирует обновление состояния сенсора. Тут это Time Pattern, который срабатывает каждую секунду. И сенсору будет присваиваться значение текущего времени в формате TimeStamp. Это количество секунд с 1 января 1970 года с округлением до нуля знаков после запятой. Вот так он выглядит. Изменения действительно каждую секунду. Хотя непосредственно на логику нашей задачи это не влияет, но чисто из спортивного интереса, сделал простенький сенсор, который берет это количество секунд и переводит сначала в числовое значение, а затем преобразовывает вид в часы, минуты, секунды. Он больше подходит для вывода в интерфейсе, чем технический сенсор с количеством секунд, который мы будем использовать в логике кейса. Теперь можно приступить к созданию секундомера. Логика его работы заключается в измерении интервала времени, для чего нам нужно как-то зафиксировать начальную точку отсчета. Лучше всего для этого подойдет объект ввода даты времени. Хотя этот объект можно быстро и легко создать в меню вспомогательное, как и другие подобные элементы. Для целостности картинки я буду все прописывать вручную в пакадже. Обратите внимание, что нам нужно и дата и время. Также нам нужен признак, по которому мы будем включать и выключать секундомер. Аналогично с сенсором HistoryStats это будет определенное состояние объекта. Для примера я создам Input Boolean, виртуальный переключатель. Но применять можно совершенно любой реальный объект, например бинарный сенсор. Для того чтобы фиксировать время начала отсчета, нужно сделать автоматизацию, которая будет отслеживать переход необходимого объекта в отслеживаемый статус. В примере включения виртуального переключателя. И по этому событию, объекту ввода даты времени, будет присваиваться значение текущего времени, от которого и должен начаться отсчет. Вот так это происходит. При необходимости время можно изменить вручную. Дальше нам нужно от сенсора времени в секундах, которое нужно преобразовать в цифровое значение. Отнять, также преобразованное сначала в таймштамп, а затем число, то значение которое мы зафиксировали в объекте ввода даты времени. Неудобство заключается в том, что оно также выводится просто как количество секунд, которое надо преобразовать в человеческий вид. Для этого нам пригодится операция целочисленного деления с остатком. Когда-то я уже рассказывал в одном уроке про это, но уже сам не помню в каком, поэтому расскажу еще раз. Тем более с того времени мой шаблон стал гораздо компактнее. Для наглядности возьмем какое-то число, например 192. В нашем случае это секунды. И присваиваем это число переменной s. Название переменной произвольное, кому s мало, можно взять n. В Python символ процентов означает вычисление остатка от целочисленного деления. Так в данном случае мы разделив 192 на 60, получим целое число 3 и остаток 12. Выведя значение полученной переменной, мы получаем количество секунд 12, так как все остальное это минуты. В чем несложно убедиться введя следующую переменную минуты, где остаток от целочисленного деления на 3600, а столько секунд находится в часе, мы делим на 60 количество секунд в минуте и получаем искомые минуты. В чем легко убедиться посмотрев на вывод шаблона, где входящие данные 192 секунды, мы преобразуем в числа 3 и 12 количество минут и секунд. Аналогично получаем значение часов, для которых остаток от целочисленного деления на 86400, столько секунд в сутках, делим на 3600. И количество дней, где уже используем не остаток, а результат деления. В данном примере дни это самый высокий порядок, но по желанию можно также сделать и недели и месяцы и даже годы. Данный шаблон разбирает неудобо варимое число, для наглядности я его значительно увеличил, в количество дней, часов, минут и секунд. Осталось только красиво оформить. Вот так значительно красивее получается, данные те же, но все намного нагляднее. Это сделано при помощи шаблона, в котором сначала указываем формат вывода данных. Где у нас первая ячейка предназначается для дней, ее минимальная длина 1 символ. А далее с разделителями в виде двоеточия, ячейки для часов, минут и секунд. И тут минимальная длина 2 символа, если значение менее 10, то рисуется 0. А далее данные под этот формат шаблона. 4 значения по 4 ячейки в том же порядке. Тут уже рассмотрены нами результат целочисленного деления и его остатков. У нас теперь есть все, чтобы создать красивый сенсор шаблона для вывода полученного нами значения. В случае если наш виртуальный переключатель будет включен, значение сенсора примет только что рассмотренный нами вид, разницы между текущим и сохраненным временем в удобо варимом формате вывода. А если выключен, то это же значение присваивается и сенсору. Вот так выглядит созданный нами секундомер. Начальное время при желании можно менять вручную. Теперь можно перейти к модернизации до уровня сенсора статистики. Большую часть логики мы уже создали, осталось только сделать так, чтобы можно было сохранять промежуточные измерения и добавлять их к последующим. Для этого на мой взгляд отлично подойдет MQTT Broker. Создадим сенсор на платформе MQTT, который будет отслеживать содержимое топика, который я назвал Stop Watch Time и разместил в ветке History. Для сброса статистики и начальной записи данных сделаем виртуальную кнопку. Еще раз напомню, что ее, как и виртуальный переключатель и объект ввода даты времени, можно создать в интерфейсе. Ссылка на видео про такие кнопки находится в описании. Делаем автоматизацию, которая будет отслеживать нажатие созданной кнопки. Думаю, что всем понятно, что триггером можно сделать что угодно, от нажатия физической кнопки до наступления нового года или смены знака зодиака. По этому триггеру, по адресу того самого топика, в который смотрит сенсор, будет записываться 0 с ключом Retain, то есть сохранением данных. Для того чтобы сенсор появился в системе, нужно перезагрузить объекты интеграции MQTT, созданные вручную. Если у вас такой строки еще нет, придется перезагрузить Home Assistant, после этого она появится. Итак, у нас появился новый сенсор, однако никаких данных в нем еще нет. Нажатие на кнопку сброса записывает первичный 0. Изменение претерпит формула расчета интервала времени. Нам нужно будет учитывать все то, что уже было подсчитано ранее и сохранено в MQTT, а сохранение чуть дальше. Поэтому сюда добавлено значение, которое хранится в топике. Когда контролируемый объект переходит в неотслеживаемый статус, вместо слова выключено, нагляднее будет показывать общее время работы, так же как это сделано в сенсорах HistoryStats, только с созданным нами шаблоном. А для сохранения, нужно модернизировать автоматизацию, которая ранее следила за включением контрольного объекта. В бытовом применении вместо Input Boolean это может быть объект Switch, Light, сенсор, все что вам нужно. А следим мы теперь не за включением, а за любым изменением состояния. Если Input Boolean состояние включено, то есть перешел в отслеживаемый статус, то мы сохраняем текущее время и сенсор начинает вести отсчет прошедших секунд. А если в состоянии выключено, отсчет прекращается и запускается новое действие. С сервисом QTT Publish записывает в топик, тот самый в который смотрит наш сенсор. Данные из той же самой формулы, текущее время плюс сохраненный в MQTT интервал минус время начала отсчета, но без преобразования в виде количества секунд. Тем самым тут будет сумма всех прошедших интервалов. Вот как это работает. Запускаем новый отсчет. Представим что он длится довольно долго. Выключаем отсчет. В топике MQTT сохранился интервал полмиллиона секунд, сенсор отсчета отображает его в преобразованном виде. Запуск нового отсчета продолжается с сохраненного значения. Еще добавим времени. Пусть будет 13 дней. Отсчет прекратился и в топик сохранился интервал на момент отключения в виде количества секунд. Запускаем и он снова продолжился с того же места. Тут никакой привязки к рекордер, то есть базе данных Home Assistant нет. Отслеживаемый объект вообще в нее можно не добавлять, это не играет никакой роли. На отсчет не повлияет даже перезагрузка, так как считается интервал между текущим и зафиксированным временем, а промежуточные итоги хранятся в MQTT. Причем в любой момент есть возможность сбросить данные, как вручную, так и автоматически по заданной ранее логике. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то, что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал став его спонсором. Кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграмм канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok